Думаю, что интересам Америки отвечает, и интересам всего мира отвечает то, чтобы у нас были конструктивные отношения с Россией. Именно такой подход я практиковал в течение всего своего пребывания на посту президента. В том смысле, когда наши интересы пересекались, мы работали вместе. В начале срока пребывания в Белом доме я стремился поощрять Россию быть конструктивным членом международного сообщества, и я пытался работать с президентом и правительством России в том плане, что оказывал им помощь в диверсификации их экономики, улучшении их экономического положения и использовать те невероятные таланты, которые имеют российский народ, более конструктивным образом. Я думаю, справедливо будет сказать, что поскольку президент Путин вернулся на пост президента, и началась эскалация антиамериканской риторики, и имел место подход к глобальным делам, которые, как мне кажется, были основаны на том понимании, на том допущении, что то, что американцы делают, а Америка делает, это наверняка плохо для России, и, соответственно, мы, россияне, должны противодействовать тому, что они, американцы, делают. На этом строился подход, судя по всему. И этот возврат к состязательному, противническому духу, который осуществовал во времена Холодной войны, этот возврат сделал отношения более трудными с Россией. И это окончательно стало ясно, когда Россия отправилась в Крым и забрала части Украины. Причина, по которой мы установили санкции, заключалась не в том, что были вопросы с ядерным оружием, а потому что независимость и суверенитет страны, именно Украины, были ущемлены силой со стороны России. И это не наше было решение, это была точка зрения, которую разделяло все международное сообщество. И Россия продолжает оккупировать украинскую территорию и вмешиваться в дела Украины, и поддерживать военных суррогатов, которые по существу нарушили фундаментальные международные нормы. Я сказал россиянам, как только вы перестанете это делать, санкции будут сняты. И, наверное, то, что оптимально будет соответствовать не только американским интересам, но и интересам сохранения международных норм, это то, что мы позаботились бы о том, чтобы не смешивать понятие, почему эти санкции были введены, с целым другим набором вопросов.